Приветствую вас. Мне кажется, что вообще, если у мужчины есть, значит, такая вот склонность к депрессиям, да, ну к депрессивным состояниям, вот, то в первую очередь, что ему нужно сделать, это, наверное, скорее всего, обратиться за помощью к врачу. Вот. Потому что депрессия, это серьезно, и ни одна женщина не должна мужчину спасать от депрессии, потому что депрессия есть заболевание, заболевание, это достаточно серьезное, если это заболевание, и оно должно лечиться, и с ним нужно работать именно психологом, психотерапевтом, вот, но никак не женщина, не женщина, то есть человек, как и в случае, если, например, вот, если человек болеет гриппом, допустим, да, вот, вы можете помочь тому, кто болеет гриппом, да, вы можете его вылечить, но если у человека начинается ангина, если у человека начинаются осложнения, если у человека начинаются какие-то серьезные, более серьезные симптомы, то вы ему уже не поможете, вы обращаетесь до этого к, ну, к врачам, к специалистам, вот. И то же самое здесь. Если мужчина действительно депрессия, то вы ему не поможете, вам нужно обращаться за помощью, если мужчина не хочет обращаться за помощью, то это уже, к сожалению, его проблема, и его желание что-то делать, это первое. Второе. Что-то вы читали, справедливо для классической схемы отношений между половиной, то есть, как бы, когда женщина исключительно только заряжает энергией мужчину. Современная концепция отношений между половиной, такого не предусматривает. Современная концепция отношений между половиной больше стекает с равноправным взаимодействием между мужчиной и женщиной. Вот. И я думаю, что вам для начала надо определить, какую именно концепцию вы для себя выбираете. Если вы склонны к тому, чтобы выбирать для себя классическую концепцию, что безусловно является вашим правом и оспорено быть не может. Ну, в таком случае, да, вы можете мужчину поддерживать и, наверное, даже должны. Но, поддержка мужчины, это не что-то ориентированное исключительно на него. Пожалуйста, откажитесь от этой идеи. Если вы действительно хотите заряжать мужчину и при условии, что вы друг другу подходите, то заряжать вам его нужно тем, что вы делаете сам. Только так, и никак иначе. То есть, если вы с мужчиной хорошо друг к другу подходите, хорошо друг к другу ладите, то единственное, что нужно, это дарить мужчине свой настрой. Просто делиться с ним, но так, чтобы это не было жертвой, так, чтобы это не было чем-то таким, нацеленным именно на определенный результат с его стороны. Например, на прекращение депрессии. В данном случае это будет не что иное, как жертвенность, а жертвенность нам категорически не нужна. Вот. Черпать энергию вам нужно из занятия тем, что вам нравится, и занятия тем, что вас устраивает, и занятия тем, что вам доставляет живую, я бы сказал, обратную связь. Это то, что вы реально можете сделать. Но еще раз хочу подчеркнуть, что вы не сможете избавить мужчины от депрессии, если она у него действительно есть. Потому что депрессия это заболевание. Это заболевание, это серьезное заболевание, которое к вам отношения никакого не имеет. И у любого человека, что важно понимать, да, у любого человека есть свои границы. То есть границы и рамки того, что он может сделать для другого. В депрессии вы человеку поможете не в силах. Напротив, если вы хотите это сделать, есть основание полагать, что вы являетесь созависимой в этих отношениях. Ну, то есть в отношениях с мужчиной вы являетесь созависимой. Есть основание так считать, если вы пытаетесь ему помочь, несмотря на то, что у него депрессия. И, например, вините себя за то, что он не может это сделать. Вот вы говорите, что получается, что я недостаточно ему там чего-то дает, это и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это уже ваша созависимость с одной стороны, неуверенность, возможно, неуверенность в себе с другой стороны. Вот. И если это так, если это действительно так, то здесь уже скорее история заключается в вашем отношении и в ваших желаниях, а не в том, как ведет себя мужчина и как ему нужно помогать. Вот. Так, значит, получается, не даю ему запаса энергии, если он вялый. Как дать им этот запас наполнять себя? Ну, понимаете, вот ваш вопрос, он не совсем верный. То есть, если вы будете давать ему то, что нужно, да, то, что он хочет, например, если вы будете ему это давать. Вот. То он никогда из этого состояния не выйдет. Из состояния депрессии. На самом деле. Потому что вы будете его подпитывать. Я не знаю, конечно, с чего вы хотите, но если вы реально хотите, чтобы у мужчины депрессия прошла, да, то не нужно его подпитывать. Наоборот, нужно оставить его один на один с его переживаниями. С его проблемами, все более, как можно быстрее решил. А так вы стимулируете мужчину к тому, что он так и будет продолжать вами пользоваться. Вот. И ничего хорошего из этого для ваших отношений, по крайней мере, точно не выйдет. Вот. Если вы чем-то занимаетесь, если у вас есть чем поделиться без вреда для себя, то совершенно спокойно этим делитесь. Это здорово и круто. Но вытаскивать мужчины из депрессивного состояния, постоянно его подпитывать, это значит, что вы решаете за него его проблемы. Что недопустимо, в принципе. Вот. Потому что, еще раз повторю, это человек, ну скажем так, это человек деградирует, это человек регрессирует, это человек отлагает глаза. Вот. И вам, соответственно, нужно в таком случае определить таковы, чего хотите-то вообще. То есть, если вы хотите реально мужчине помочь, то делать нужно так, как я говорю. Если вы хотите что-то для себя получить, например, вас задевает, что он все время грустный с вами, то есть, это ваша проблема, а не его. То это очень другая история, и вести себя в этом случае нужно, конечно, по-другому. Вот. Еще раз повторю, важна цель. То есть, вот это вот все, что вы говорите, цель этого какая, мужчине помочь или это вас задевает. Это очень важный момент, потому что это, ну, субъектная позиция, субъективная позиция. Вот. И от нее зависит все ваше поведение, которое, ну, которого вы придерживаетесь, например, с мужчиной и вообще. Вот. Так что я рекомендую вам это рассмотреть несколько более подробно. Когда вы уже определитесь, тогда, вот, вам нужно четкое решение. Например, у меня проблемы, допустим, тут меня это задевает, но я не хочу решать, значит, я не хочу решать свои проблемы, и я хочу просто за счет мужчины это делать. Вам нужно это в этом себе признаться. Да? Вам нужно в этом себе признаться. Если вы себе в этом признаетесь, вот, то вы уже сможете получить достаточно четкую картину того, что делать дальше. Вот. Значит. Вот и все. Но я не думаю, что это хорошая идея за счет мужчины решать свои проблемы, тем более за счет мужчины, у которого депрессия. Кстати, а вы уверены, что у мужчины депрессия и по этой причине он с вами грустный, вялый и так далее? Может быть причина в чем-то другом? Например, в характере ваших отношений, например, то, что ему с вами не комфортно или что-то вроде того. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вопросы пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.